Здравствуйте, дорогие слушатели! Перед началом истории я хотел бы отдельно поблагодарить Андрея Башинского за предоставление превью к данной истории, а также подписчицу Наталью, которая озвучила главную героиню в этой истории. Ну что, погнали, новая история! В начале 1990 года в городе Н прокатилась серия убийств и ограблений домов. Многие люди, боясь за своей жизни в данном городе, начали спешно продавать дома за небольшие деньги и переезжать в другие города. Покупателями этих домов становились приезжие из других регионов, не знавшие обстановку в городе, а продавцы данных домов, чтобы не спугнуть свою единственную надежду на переезд, не сообщали об ужасных событиях, происходящих в городе. Так и началась данная история. Вот это красота! Неужели я смогла приобрести такой прекрасный и большой дом? Стоя у двухэтажного красивого дома, воскликнула Лиза. Она долго откладывала деньги на покупку нового дома, и тут подвернулась возможность приобрести такой, который во много раз превосходил ее ожидания. «Наконец-то я смогу жить так, как я хочу, и обустроить все, как мне нравится, и никто не сможет мне указывать!» Водушевленно произнесла Лиза и вошла в дом. Дом был действительно прекрасен. Высокие потолки слепнины, винтажная лестница, ведущая на второй этаж, красивые белые колонны при входе в дом, а также шикарные большие окна, через которые озорными и теплыми лучами проникал солнечный свет, озаряя почти все вокруг. Работы по дому было много, но Лизе не терпелось переехать в свой собственный дом побыстрее. И она хотела остаться в нем уже в первую ночь, несмотря на запыленность комнат и периодически попадавшую паутину в углах на потолке. Она не боялась трудностей и незамедлительно приступила к уборке уже своего собственного дома. Не прошло и получаса, как она начала приводить дом в порядок, как в дверь постучались. «Интересно, кто это может быть? Гостей я не жду, а новыми знакомыми еще не обзавелась?» С небольшой растерянностью в голосе прошептала она себе под нос и, приостановив уборку, не спеша пошла открывать дверь. «Добрый день!» Приветственным голосом сказала она. «Добрый! Я ваш сосед, живу тут неподалеку, всего в нескольких домах от вас. Увидев, что в этот дом кто-то здесь селился, я решил подойти поприветствовать по-соседски. Заодно и познакомиться. Меня зовут Ричард!» Улыбаясь, протянул руку мужчина. «Я Лиза, очень приятно!» Застенчиво произнесла девушка, не ожидая такого гостеприимства на новом месте. Но ее не покидало чувство, что что-то этот мужчина недоговаривает. А его гостеприимная и дружелюбная улыбка казалась натянутой и выглядела немного неестественной и слегка пугающей. Ее мысли прервал голос Ричарда. «А вы задумывались, почему в этом городе столько пустующих домов?» Каким-то уже более тихим голосом и без улыбки произнес мужчина. «Я тоже совсем недавно сюда переехал и заметил, что по ночам тут не совсем спокойно. Я не хочу, конечно, вас напугать, но все же старайтесь проверять все двери, заперты они или нет. А заодно и окна. Это, думаю, не повредит. А то я уже неоднократно замечал какие-то тени, мелькающие на улице и возле домов. Совершенно серьезно произнес Ричард. «Спасибо за совет, мне пора». С небольшим испугом в голосе сказала Лиза. И, не попрощавшись, поспешила закрыть дверь. Мужчина опешил от этих действий, но препятствовать не стал, а лишь постоял перед захлопнутой дверью еще с десяток секунд и ушел. «Да уж вот с соседом повезло. Ну, надеюсь, не все такие». С небольшим испугом в голосе произнесла Лиза и продолжила наводить порядок. За этим занятием незаметно пролетел день, а также и вечер. За окном стемнело. На улице почему-то не горели фонари и луну закрывали облака. Все вокруг дома погрузилось во мрак. Из-за чего казалось, что он находится в каком-то параллельном мире, где нет ничего, кроме этого дома, который парит в пустоте. И его стены сдерживают эту тьму вокруг, чтобы защитить свою новую хозяйку. «Ой, ну наконец-то закончила. Ничего себе, как потемнело. Неужели я провозилась с уборкой так долго? Ну, после такой работы не стыдно хорошенько и выспаться». Слегка устала, но довольным голосом произнесла Лиза. После позднего ужина и расслабляющей теплой ванны, Лиза, едва передвигаясь усталыми ногами, добралась до своей только что застельной кровати, от которой пахло непередаваемой свежестью. Лишь голова коснулась подушки, сознание Лизы улетело в бескрайнее забытие сновидений. Она уже ничего не чувствовала, а лишь наслаждалась сладким и крепким сном. Девушку внезапно разбудил громкий хлопок. Вскочив от неожиданности, она не понимала, что происходит, но постепенно сознание возвращалось к ней, принося с собой страх и мерзкое ощущение растерянности и паники. «Что происходит? Неужели воры?» Испуганно спросила Лиза саму себя. «Необходимо спуститься и позвонить в полицию». «Блин, ну почему телефон так далеко? Надо собраться, постараться добраться до телефона. Ну соберись, тряпка!» Уже более уверенным голосом, подбадривая саму себя, говорила она. Открыв дверь спальни, Лиза, стараясь не издавать ни звука, двинулась по коридору второго этажа, стараясь добраться до лестницы, которая вела в гостиную первого этажа и примыкала к кухне. Почти дойдя до конца коридора, она краем глаза заметила тень, мелькнувшую возле ванной комнаты, а затем послышали шаги по лестнице. Недолго думая, Лиза, услышав приближающийся топот ног и увидев с трудом различимую фигуру на лестнице, залезла в стоящий в коридоре старинный шкаф и прикрыла за собой дверь. На удивление, дверца шкафа не издавала ни звука, хотя сегодня утром, когда она разбиралась в нем, его двери скрипели так, что от этого звука сводило зубы. Но сейчас она даже не обращала внимания на это и лишь старательно прислушивалась к приближающимся шагам. И когда шаги поравнялись со шкафом, наступила тишина. «Почему я ничего больше не слышу?» Подумала она, но приоткрыть дверь шкафа не решалась. Рывок. И дверь распахнулась. Перед ее глазами стояла мутная тень, напоминающая человека. Едва прозрачная и темная. Ее силуэт выделялся даже в темном коридоре дома. Лиза, недолго думая, рванула сквозь нее, почувствовав обжигающий холод. Она бежала по коридору к лестнице, а потом, почти не касаясь ступеней, спустилась на первый этаж дома к входной двери. Дрожащими руками она пыталась открыть замок, пока не услышала характерный щелчок. И дернула за ручку двери. «Что за черт?» Неожиданно для себя воскликнула она почти на весь дом. Дверь оставалась закрытой, сколько бы ни дергала ее Лиза. Складывалось ощущение, что ее прибили гвоздями косяку, чтобы из дома точно никто не смог выйти. Краем глаза Лиза заметила, как со стороны кухни на нее движется такой же полупрозрачный темный силуэт, как и тот, который она видела на втором этаже. Но размер был его намного меньше. Этот был похож больше на подростка, но разглядеть какие-то более четкие черты она не смогла. От страха и злобы Лиза схватила стоящую рядом вазу и попыталась бросить в сторону тени. Но руки ее не слушались. Ваза лишь слегка проскользнула по ее пальцам и упала на пол перед ногами. Не дожидаясь реакции от темной фигуры, Лиза рванула в гостиную. «Не могу выйти через дверь, так выйду в окно!» Уверенным голосом, подбадривая себя, сказала Лиза. Разбежавшись, она всем своим телом ударилась об огромное панорамное окно. Но то даже не дрогнуло. Как будто Лиза была невесомой пушинкой, которая безрезультатно билась об бетонную стену. «Что происходит? Такого не может быть!» Уже почти кричала со слезами на глазах до полусмерти перепуганная девушка. От ярости и безысходности она, глядя, как на нее надвигаются тени, разбрасывала вещи, попавшиеся ей под руку. Предметы, которые она смогла схватить крепко и сжать в руке, тут же летели в сторону темных фигур. Она рыдала и кричала «Проклятие!» в сторону теней. Но те, как будто бы не замечали ее и просто проплывали мимо. Спустя какое-то время силы Лизы исчерпались, и она просто рухнула на пол. Заметив, что темные силуэты проходят мимо и сквозь нее и обдают ее лишь невыносимым холодом, она отползла в угол и, прижав к себе ноги, стала наблюдать за этими призрачными фигурами, повторяя про себя одни и те же слова. «Этого не может быть! Этого не может быть! Рассвет! Скоро рассвет! Ну не может быть! Скоро рассвет!» Скороговорка шептала девушка. По главной дороге уже давно заброшенного города двигался семейный мини-вэн. Отец семейства рассказывал о жене и детям, как в 90-х годах жил здесь еще подростком. Но после того, как в этих краях завелся маньяк, его семье пришлось переехать и продать дом почти за бесценок одной молодой девушке по имени Лиза. Машина остановилась возле двухэтажного красивого дома с большими окнами. Мужчина подошел к двери и дернул за ручку. Дверь распахнулась, приглашая семью во внутреннее убранство дома. «Ну вот, в этом доме я когда-то жил. Жаль, что мои родители продали его, но тут было небезопасно. Как я помню, покупательницей была молодая девушка, но она тут прожила недолго», – покачав головой, с грустью в голосе сказал мужчина. Когда она сюда переехала, в ту же ночь в этот дом ворвался маньяк и зарезал ее прямо в кровати, когда она спала. Возможно, Лиза даже не проснулась, и я надеюсь, что и не почувствовала этого. В ту же секунду на пол перед входной дверью упала стоящая на подставке ваза и разлетелась на мелкие части. Спустя еще секунду послышался глухой удар в еще целое панорамное стекло. Ну вот и дослушали данный рассказ до конца. Надеюсь, он понравился, особенно концовку. Постарался сделать ее чуток неожиданной. Ну что, по традиции, ставьте лайк, оставляйте комментарии, если данный рассказ вам понравился. И напишите, надо ли продолжать рубрику «Рассказы с подписчиком». Я думаю, очень интересно вышло, и многие захотят поучаствовать после этого рассказа. Ну ладно, не буду затягивать. Всем счастливо, до новых встреч и до новых страшных историй. Будет страшно интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!